Доброе утро! Доброе утро! Представься, пожалуйста, как тебя зовут и откуда ты приехал на репресс Светланы Лавровой? Я Покров-Мухайев. Приехал из Минска. Я психолог, кандидат психологических наук. Последние 35 лет я занимаюсь психологией. Ну, это невероятные регалии на самом деле, Михаил. Как имея такой, на самом деле, да, внушительный, солидный опыт, багаж, ты принял решение, что встреча со Светланой, ее ретрит будет полезен, интересен для тебя. С какой грани он интересен для тебя, для человека, который сам много что знает, много что умеет? Да, я действительно, я за такое большое количество времени, я изучил, не только изучил, но освоил и применяю в своей работе очень многие технологии. В зависимости от того, с кем я работаю, какой возраст, полместо и так далее, какие это вопросы, да. И в своей деятельности, в своей жизни вообще, потому что это образ жизни, в общем, это не работа. Я дошел до того момента, когда движение моего личностного роста мне стало недостаточно. И я стал интересоваться более активными техниками, более результативными технологиями, которые дадут какое-то продвижение. Лично тебя, да, персонально? Да, лично меня, моей личности и даже, может быть, за пределами личности. Потому что сейчас модно говорить о том, что нужно избавиться от эго, нужно вылететь в космос, в астрал и так далее. И когда люди приходят с ним вопросами, ведь с ними тоже нужно разбираться. Нужно разбираться, что такое астрал для того, для того, кто ко мне пришел. Что такое сущности, что такое проноедение, потому что тема автономии и проноедения на сегодняшний день, я бы сказал, довольно-таки замыленная. Очень много появилось специалистов, которые говорят, что они что-то знают. Они заходят на голодание на 20-30-50 дней, и потом выходят, и все. И потом они начинают преподавать. На сегодняшний день я вижу, что эти люди на каком-то волевом усилении зашли в это проноедение. В голодание дошли? В голодание. Они зашли в голодание, да. Это не проноедение, до прана они не дошли. И больше они за идти туда не могут, потому что они истощили свое застояние. Тело, ресурс тела. Да, ресурс тела. За счет ресурса тела они туда зашли. И повторно туда зайти очень сложно. Вот в этом контексте, как для тебя прошла встреча и знакомство со Светланой? Здорово, что ты обрисовал именно вот это поле, которое тебя знакомило с ней, да, которое твое внимание привлекло к ней. И что раскрылось при встрече с ней. Интересно. Ну, смотри, я изучил очень многих историю, многих проноедов. Смотрел их рассуждения, и для меня было поразительно, допустим, что молодые люди рассуждают как доктора философских наук, откуда они, есть какие-то знания, которые не могут быть, ну так будем говорить, у нормального человека в 25-30 лет. Я эти вещи узнал только там через 20 лет работы. И я перебрал специалистов, то есть мне нужно было найти того, кто действительно находится на питании праны, кто действительно длительное время, не то что длительное время, а находится на сегодняшний день, и не 3-5 месяцев, да, а год, два, то есть человек действительно в этом живет. Вот. И я вышел на Светлану Валрову, которая, я бы сказал, она дает нам возможность туда пройти, потому что питание, еда на сегодняшний день для нашего уровня сознания очень сильная сцепка с телом, сознание с телом, да, то есть я на сегодняшний день могу сказать, пока я только занимаюсь изучением влияния еды и неединия на соотношение сознательной и бессознательной связи. Как меняется сознание, как меняется бессознание. И их связь. И их связь, и что происходит. Причем это нужно сделать очень аккуратно, осторожно, чтобы сохранялась адекватность поведения, чтобы сохранялась физическое здоровье. И при этом был результат не только личностного продвижения, но и понимания вообще того, что такое сознание и самосознание. Если бы мы с тобой отметили одно качество Светланы, которое для тебя является максимально привлекательным, то о чем бы ты сказал, что бы ты назвал? Я бы обратил внимание на то, что Света может работать и работает с любым уровнем сознания. Она работает с вопросами. То есть приходишь, задаешь ей свой вопрос, человек может задать только тот вопрос, который он может. Он не может задать вопрос какого-то запредельного уровня. Где-то, если он даже что-нибудь прочитал, это не проектирование. Он не поддерживает эту беседу, да, да. То есть и Светлана работает с любым уровнем сознания, начиная с детского и заканчивая старческим. Зрелым. Зрелым возрастом, да. Ну, людей, потому что, чтобы до нее дойти, это тоже нужно знать, до чего и... До света ты имеешь в виду? До света, да. Чтобы оказаться здесь, на ретрите, да? Чтобы, конечно, я тоже знаю, чтобы до меня дойти. Да, да. Далеко не каждый до меня дойдет. Чтобы задать тебе тот вопрос, который должен еще родиться в этой голове, да? Потому что многие люди просто записываются, там, запишите меня, и потом у них уже процесс пошел. И это не какие-то чудеса, это нормально. Да, мы тоже наблюдаем именно так. Так, люди записываются на ретрит, и ретрит уже начался, да? Уже пошел ретрит, я вижу, что ретрит начинается, дня за три-четыре уже процесс идет. Я уже вижу, что происходят такие вещи, которые, ну, ну, как бы мне приходится заниматься тоже энергопрактиками, и чувствовать человека, который ко мне приходит, чем он наполнен, какими составляющими у него подсознание есть. Ну, и тем более я это чувствую в самом себе. Когда я записываюсь в свете света, там, запиши меня, он говорит, что записалось, что я смотрю, все, все пошло. Михаил, ты приехал на ретрит в Москве. После этого ты сразу, ну, с небольшим перерывом приехал на ретрит в Сочи, на перезагрузку, не на ретрит в Сочи, а на перезагрузку сюда, в Красную Поляну. Почему ты принял это решение? Что в Москве тебя зацепило, привлекло? Что ты решил продолжить именно в живом формате взаимодействовать со Светланой здесь, в Красной Поляне? Да, я был на ретрите в Москве совсем недавно. И уехал на день раньше? Я уехал на день раньше. Меня вынесло с последнего дня ретрита. На сегодняшний день я понимаю, что количество информации, которую я получил на ретрите, было для меня запретельно. То есть мне столько было не нужно. Я что-то по данному такое. Достаточно. Поэтому у меня есть определенная техника безопасности. Лучше на 5 грамм меньше, чем на 3 грамма больше. Но опять же мы говорим про твою глубину и емкость. Да, я про себя говорю. Что ты даже со своей глубиной и емкостью, ты в нее вместил так много, что для тебя это было уже достаточно. Да, я брал там личные консультации у Светы. Мы работали, я видел, что есть консультация групповая. Это один формат работает. И мне его, я скажу так, было сложно принять, потому что я работаю на своем уровне сознания. То есть с теми людьми, которые ко мне приходят. А у Светы уровня сознания гораздо шире людей наперед. То есть, да, я думаю, что маленьких, начиная с детского, наверное, может, возраста, я и вижу, как она работает с людьми. И мне нравится, как она работает даже просто как у школы. То есть ты все эти вещи смог как профессионал разграничить, где технологические техники, где ее глубокие видения, где вот эти тонкие чувствования. Это бесценно. Для меня на самом деле ты, как человек, которому можно брать интервью с твоей компетенцией, с твоим уровнем компетенции. Для меня, ребят, я просто счастлива, что Никаю нашел время сейчас отвечать на мои вопросы. И для вас раскрывают вот эти грани, грани того, что происходит в общении, в живом общении со Светланой. Причем там есть такой момент, когда может казаться, что Света говорит о чем-то не том, что-то вообще какой-то чепуху, это все неправильно. Причем тут я, я пришел там за великими целями. А она что-то рассказывает про какие-то там кастрюли, про какое-то там у кого чего-то там нету. Это мама, папа, бабушка, дедушка. Мне тут нужно в космос вылететь. А потом я смотрю, что это, оказывается, все нужно уметь принимать, потому что мы находимся в той середине, который нас окружает. И здесь не одни академики ходят. То есть принимать вот тот уровень создания, который рядом с тобой. Если ты это не примешь, то про параноидие можно не мечтать. Не надо думать, что ты станешь великим автономом, а остальных на всех наплевать. Нет, это не прокатит. То есть мы говорим о том, что человек интегрирован в ту свою реальную социальную, персональную жизнь, которую нужно прорабатывать, обращать внимание и через это выходить на какие-то другие уровни, там питание, сознание, что-то еще. То есть нельзя просто взять автономию проявления и просто встроить там какой-то свой реальный там социум, реальную жизнь, ничего при этом там не перестраивать. Света же говорит все время об осознаниях. Говорит, автономия это проход через осознание всего того, в чем ты живешь. А как тебе формат вообще, вот этот краснополянский, все эти наши прогулки, походы, бани, купели, отличается от Москвы, да, где мы были всегда в зале? То есть формат ретрита, он другой немножко, да? И формат перезагрузки такой, больше в контакте с какими-то, ну, возможностями даже отвлечь внимание. Как тебе? Как для тебя оказалось? Для меня удивительный этот формат, потому что я знаю, как должна проходить групповая психотерапевтическая, так скажем, работа с людьми. Разрыв шаблонов? Это добавился еще один шаблон. Даже не шаблон, а настолько легкий пластичный вариант, что как бы от очень большой степени, гораздо больше, чем я могу предполагать, передается ответственность на прохождение ретрита на самого человека. О, это очень интересно. Раскрой, пожалуйста, на самом человеке. То есть если ты пришел сюда поесть, попить, поспать, сходить в баньку. Тебе легко как бы в это окончаться, да? Да. Ну, сходи в баньку, попарься, и все, можешь как это быть. Но нужно заметить, что с тобой происходит в этой среде, среди людей, которые интересуются этой темой, эта среда. И они настроены как-то и на свету, они настроены на... У них в голове есть состояние автономии, параноидения. Они что-то пытаются слушать про это, понимать, осознавать. И это очень важно. Они могут быть или гораздо умнее тебя, или гораздо менее информационно наполнены, да. Но это не значит, что они какие-то там ненужные себе. Куда приехал, во что попал, скажи спасибо. Слушай, ну это на самом деле интересное наблюдение. И оно даже для меня сейчас оказалось ценным. Действительно так. Я еще в этом месяце, знаешь, мне хочется сказать, что я заметил, казалось бы, ну, бани, что я в бани не был. У меня дома у Сорова, особенно своя баня. Ну, когда я вчера был в этой бане, я увидел, что происходит субъективное замедление течения времени. То есть попарился один раз, второй раз, третий, пятый. Помылся там, купили это, купили это. Смотрю, прошло только полчаса. Как? Да у меня бы дома уже три часа бы прошло. А здесь полчаса. Еще раз попарился там, там, там. Много картинок сменилось, да? 20 минут прошло. И я не смог бы, я говорю, все, поехали. А с чем это связано, вот это субъективное замедление времени? То есть ты определил сейчас это состояние восприятия, да? Да. А с чем это связано? Ну, Рашидруй для меня и для ребят тоже смотрят. Как ты это комментировать можешь? Это потрясающая штука. То есть, ведь все же люди хотят жить долго, правда? Кто-то хочет 100 лет, хочет 200, кто-то 1000 лет, да? И не надо думать, что, значит, количество этих лет будет увеличиваться. Может быть, кому-то удается жить там, 1000 лет. Это уже, видимо, мне сложно сейчас этот вариант прокомментировать. Где количество времени объективное, да? Количество оборотов Земли вокруг, свои оси там увеличиваются. А на самом деле, как я сегодня вижу, длительность жизни увеличится, потому что увеличится длина минуты. Потому что количество кадров в эту минуту, твое восприятие, оно увеличится, правильно? То есть, в этот же как будто бы отрезочек времени ты будешь воспринимать как будто бы больше событий, да? Я успеваю очень много всего воспринять, подумать, почувствовать, ощутить, переварить, поговорить и с тем, и с этим. Потом смотрю на часы, прошло 15 минут. Как? Я думал, что на час прошел. И так давайте-ка я этот вопрос. А сколько мне еще надо времени? А чего я тут еще хочу? И это не только в бане, это же во всей жизни. Слушай, расскажи, пожалуйста, ты приходил ко мне на практику йоги в Москве и здесь на Поляне. То есть, ты утром уделяешь время своему телу. Я так поняла, что у тебя есть такой навык, стремление, или это ты пробовал делать. Расскажи, прокомментируй. И как для тебя это было в формате ретрита? Именно работа с телом, насколько она должна быть встроена? Насколько тебе зашло то, что мы здесь даем, в том формате, в котором мы здесь это даем? Поделись, пожалуйста. Я с удовольствием прихожу на твои занятия йогой. И для меня, прежде всего, приятно то, что это очень мягкий вариант йоги. Я занимался йогой у разных инструкторов. Ну, длительное время, особенно, когда я жил в городе, потому что я сейчас в лес переехал, и там просто был несколько метров. Но я это делаю сам для себя, потому что работа с телом неизбежна при любой психологической практике, тем более про наедение, автономие. Это потому что вся информация, которую мы воспринимаем, она в теле. Я в течение дня 3, 5, 7 раз могу сделать всякие упражнения, растяжки, отжимания, приседания какие-то, да, там, какую-то физическую нагрузку на эспандере, чтобы ощутили вот это вот состояние тела и ощутить, как из тела выходит немножко информация. Я, допустим, вчера работал, если я в этом же день не успел, будем так говорить, очиститься от того, что у меня сразу не ушло. Я это делаю в йоге, в каких-то аэробиках и так далее. Вводные процедуры всевозможные, да. Обтирание водой простое, то есть поверхность кожи лучше проводит электричество, когда мы ее обтираем в воду. Влажная часть вода. Влажная часть вода. И все, и другое состояние, не нужно там догоняться, что нужно что-то там сверхъестественное. Поэтому йога, это мне очень нравится. И именно твой вариант, мягкий, без... Хотя иногда хочется на ушах посмотреть, конечно. Ну, это про другое. Да. Это про другое, я уже говорю с твоими словами. Света, ты слышишь, я уже говорю твоими словами. Михаил, ты не представляешь, насколько я благодарна, во-первых, что мы с тобой беседуем. Мне, кстати говоря, невероятно интересно. И я бы вообще оставила этот телефон еще на час. Продолжал, действительно, ты очень интересный собеседник. И такие даже для меня интересные какие-то сейчас собрал акценты. Поделился своим восприятием со мной. И мне интересно через твои глаза было посмотреть сейчас на эти процессы. Я надеюсь, ребят, вам это было интересно тоже. Вот я еще надеюсь, что Михаил к нам еще приедет. И мы, может быть, еще будем с тобой разговаривать о происходящем. Потому что как собеседник, конечно, я прям. У меня получила сама удовольствие персонально. Все, мы тебя ждем на наших новых встречах, наших программах. Будем очень рады тебя видеть. Хорошо, спасибо.